Между тем, в Затоне решили проблему очереди в детский сад. Здесь открылись сразу две группы. Это значит, еще 60 ребятишек смогут пойти в детский сад, а мамы выйдут на работу. И случай этот уникальный. Новые места для дошкольников появились при минимальных финансовых потерях, что для города крайне важно. Елена Богатырева продолжит. Шумные плясы, тихие часы, в этом доме все для нас. Песни и танцы, красная ленточка, все как положено на торжественном открытии. Позади ремонт, замена коммуникаций, закупка новой мебели и игрушек. Сегодня дети микрорайона «Затон» осваиваются в новых группах. Не меньше рады и родители. Мамочки смогут пойти работать и наконец-то себя реализовать, а не сидеть со своими детьми. Потому что дети в коллективе в детском получают гораздо больше. Поэтому мы очень рады, что теперь у нас есть такая возможность. Вопрос с детскими местами у нас в микрорайоне решен полностью. Потому что мы сейчас открываем две группы, то есть еще 60 человек забираем детей, и очередь гасится полностью. О том, что здесь когда-то был читальный зал, теперь ничто не напоминает. 13 лет на «Затоне» провели под одной крышей детский сад и библиотека. Это соседство давно не вписывалось в санитарные нормы и противопожарные правила. А с ростом рождаемости родители предложили разделить библиотеку и детский сад. Целых два года пришлось этим заниматься. Писала письма. Очень много писем начиналось с двух страниц, заканчивалось шестью страницами. Подбирали различные помещения. Чтобы сохранить два важных для микрорайона учреждения, пришлось потрудиться. Оставить без внимания отдельного помещения библиотеку было просто невозможно. Ее зал – центр культурной жизни микрорайона. Новое место для книг и читателей нашли в новостройке. Муниципалитет выкупил его. Такое решение позволило существенно сэкономить деньги. Одно в среднем детское место муниципалитету обходится порядка 800 тысяч рублей. То есть экономия для бюджета колоссальная. Потому что если бы эти места создавали с нуля, это была бы затрата минимум миллионов сорок. И таким образом практически в четыре раза дешевле умудрились создать эти места. А впереди еще одно новоселье. В начале октября двери для читателей Затона откроет библиотека. Елена Богатырева, Евгений Макаров. Новосибирские новости.